Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Очередной областной старт собрал представители шести команд. Соискательный наград стали спортсмены из Кустаная, Лисаковска, Аркалыка, Кустанайского, Ауликольского и Тарановского районов. Для тяжелоатлетов состязания прошли уже на новом помосте. Свои двери для участников открыла Академия силовых видов спорта. Сколько мы сломали полов в Кустаная, теперь у нас прекрасный зал, жесткий фундамент, бетонный, просторный, шикарный, тем более здесь и питание, и проживание есть, можно проводить сборы и проводить республиканские соревнования. Андрей Пашков говорит, что тяжелая атлетика становится сегодня все более популярной среди юношей и молодежи и выходит на свой новый виток развития. В соревнованиях выступили все сильнейшие атлеты нашей области, среди которых были известные не только у нас в регионе атлеты, но и в республике. Не остался в стороне от соревнований и мастер спорта международного класса Евгений Селезнев. После продолжительного перерыва он вновь решил напомнить о себе. Благодаря его участию соревнования среди взрослых добавили в конкуренции. Свой статус спортсмен подтвердил в первом упражнении. В рывке Евгений поднял 125 килограммов. Это был максимальный результат, но не рекорд. В прошлом ему поддавались 149 килограммов. То, что мы запланировали поднять, мы подняли. Будем теперь стремиться к рекордам. За спиной веса были намного больше, когда выступал. А сейчас будем стремиться к ним. И теперь дальше упражнение толчок будет. Там тоже немножко результанты. Есть соперники у нас, с Аркалака, Болгобайфер была. Будем с ним в упорной борьбе, так сказать, бороться за первое место. Борьба на помосте была по-настоящему упорной. Спортсмены сражались за каждый килограмм железного снаряда. Тройка лидеров в лице Евгения Селезнева, Талгата Болгобаева и Геннадия Нестеренко разыграла медали в абсолютной категории среди мужчин. Во втором упражнении наибольший вес 150 килограммов толкнул уже Болгобаев. И суммарное количество весов было на его стороне. Но против Аркалыкчанина сыграл личный вес. Селезнев оказался на порядок легче, потому помимо личного первенства выиграл и абсолютку. Среди девушек самый большой вес 65 килограммов в рывке и 82 килограммов в толчке подняла Снежана Семенова. В целом, конечно, я еще не доволен. Еще есть уровень расти. Но я думаю, год только начался. Будем двигаться дальше. И в завершении выпуска Иван Дычко одержал вторую досрочную победу на профессиональном ринге. Казахстанец бился с американцем Родригесом Кейджем. Бой, который состоял из четырех раундов, завершился в третьем. Иван Дычко отправил соперника в нокаут и таким образом завершил досрочной победой свой второй бой в профи. Сегодня стало известно, что 27-летний супертяжеловес сможет вернуться на ринг уже 28 октября и провести третий поединок за четыре недели. По плану, рудничанин должен провести до конца 2017 года шесть боев, из которых два он уже выиграл. Это все о спорте на сегодня. До свидания.